Старт дан. Буровая установка вонзается в землю. На этом месте установят опору номер 8 будущего моста. Пробурить предстоит отверстие глубиной 30 метров, чтобы обеспечить надежность масштабной конструкции. Сам мост через реку Самара протянется на 667 метров, а новая автомобильная трасса будет почти 3 километра. Мостовой переход будет включать комплекс объектов, транспортные развязки на улицах Фрунзе и Шоссейной. Стали железобетонный мост через реку Самара и железобетонный мост через озеро Банное. Ширина проезжей части составит 22 метра. По три полосы для движения в каждом направлении. Строить мост по самым современным технологиям, причем использовать будут исключительно российские материалы. Уникальное строение в широких пролетах между опорами, которые позволят свободно проходить баржам и крупным судам. Основные пролетные строения будут, конечно, пропускать судоходство, обеспечивая ширину подмостового габарита для прохода судов до 120 метров. Фрунзенский мост возьмет на себя транспортные потоки в направлении Куйбышевского района Самары, а также Новокуйбышевска и Чапаевска. Расчетная скорость движения автомобилей 80 километров в час. Этот проект еще и пример слаженного взаимодействия федеральных и региональных властей. Средства на строительство, а это 12 миллиардов рублей, деньги областного бюджета и федеральные субсидии. Минтранс уже подготовил свои предложения в правительство Российской Федерации о поддержке этого проекта за счет средств Федерального дорожного фонда. Поручение президента есть на этот счет и задача стоит перед нами попытаться к чемпионату мира. Вот этот мост был сделан. Крайний срок открытия Фрунзенского моста – декабрь 2018 года. Но подрядчики уверяют, завершить строительство удастся гораздо раньше. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События.